Привет, с вами Сойер и это канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше. Давно просили сделать подборку книг по архитектуре, и я подумал, что это отличная идея, тем более скоро новогодние праздники, и найти время, чтобы прочитать хотя бы одну из книг, вполне себе возможно. Я считаю, что наиболее эффективными архитектурами в современном мире являются реактивные архитектуры, то есть такие архитектуры, которые построены на обмене сообщениями. Поэтому сегодняшняя подборка, она мягко вводит читателя в эту тему. Я начну с самых простых азов, прямо скажем, с монолитных архитектур, и постепенно буду добавлять книги, которые будут рассказывать про реактивный подход и про то, как на него мигрировать. И в этом смысле, наверное, самая интересная книга и самая понятная и простая книга, которую можно рекомендовать как новичкам, так и опытным ребятам, это «Чистая архитектура Роберта Мартина». Эта книга хороша тем, что Роберт Мартин очень понятно и ясно излагает свои мысли, и, в общем-то, независимо от уровня вашей подготовки по архитектуре, вы можете найти там много полезного. В этой книге рассматриваются и основные принципы проектирования, это солид, это два основных принципа, такие как связность и зацепление, и их влияние на разработку программного обеспечения. Книга рассматривает построение монолитной архитектуры, строится как структурный, так и модульный монолит, но не классифицируется, то есть там нигде нет классификации монолитов, поэтому из этой книги про монолиты будет понятно мало. Но тем не менее, то, что предложено в книге, это монолитная архитектура, и она достаточно хороша для приложений начального и даже среднего уровня, то есть, когда у вас нет очень большой нагрузки, когда у вас нет очень большого потока клиентов, монолитная архитектура вполне себе справляется со своими задачами. Поэтому, прочитав эту книгу, вы, может быть, на многие годы решите вопрос архитектуры, пока не столкнетесь с чем-то действительно масштабным. Но тем не менее, после чистой архитектуры я очень рекомендую прочитать книгу Enterprise Integration Patterns. Это книга авторов, которую я даже не берусь прочитать, но вы видите картинку на экране, поэтому, надеюсь, разберетесь. Так вот, эта книга рассматривает не разработку приложения, а интеграцию монолитов с помощью обмена сообщениями. И так как обмен сообщениями – это способ построения распределенных и отказоустойчивых архитектур, то из этой книги вы поймете очень важные аспекты, связанные с интеграцией монолитов. То есть, вы можете не обязательно разрабатывать микросервисную архитектуру с нуля, а в крупных организациях или даже в своей организации вы можете организовать несколько монолитов, интегрировать работу одного монолита с другим с помощью подходов обмена сообщениями. И это здорово. В этой книге очень подробно рассматривается, и какие проблемы решаются таким путем, и рассматриваются вопросы асинхронности, и рассматриваются вопросы того, как эффективно построить такое взаимодействие, потому что понятно, что монолит, у которого все данные и все связи находятся внутри этого монолита, работает асинхронно, и ему гораздо проще получать данные, чем асинхронное взаимодействие. Поэтому книга Enterprise Integration Patterns, она позволяет перестроить свое мышление именно на подход с помощью обмена сообщениями. Классная вещь, очень рекомендую ее прочитать в любом случае. Далее я очень рекомендую книгу «Функциональное и реактивное доменное моделирование». Это книга, которая рассматривает реактивные паттерны с позиции функциональных языков. Этот подход, который явно не пригодится каждому, но он позволяет рассмотреть именно с функционального угла зрения вопрос создания приложения декомпозиции построения моделей. Здесь рассматриваются, в этой книге рассматриваются популярные паттерны SecureS, ACA, Event Sourcing, и именно конкретные примеры приводятся на функциональном языке программирования. Функциональщикам, конечно, будет очень интересно, всем остальным будет, может быть, и сложно, но тем не менее вы поймете разницу в проектировании и моделировании с позиции функциональной декомпозиции и с позиции объектно-ориентированной. Следующая книга — это «Практически микросервисные архитектурные паттерны», которая основана на языке Java и, по сути, является взглядом в стиле объектно-ориентированного программирования на вопрос построения микросервисов. По сути, микросервисная архитектура — это один из вариантов реактивной архитектуры, поэтому в сравнении с предыдущей книгой здесь можно сказать о реактивности с позиции объектно-ориентированного программирования. Конечно, примеры на языке Java и на фреймворках из этого языка могут запутать, особенно если вы не пишете на этом языке, но сами шаблоны, сами идеи и декомпозиция здесь в этой книге показаны абсолютно верно. Поэтому, на мой взгляд, это один из поводов научиться читать книги с архитектурной информацией, потому что их не так много хороших, и они не всегда рассматривают примеры на вашем языке программирования. И вот это как раз один из вариантов научиться правильно воспринимать ту информацию, которая касается архитектуры, и при этом учиться читать примеры на разных языках. Никто не заставляет вас программировать на этом языке, но прочитать код на Java или прочитать код на каком-то другом языке объектно-ориентированном вполне себе хороший навык, и отказываться от него не стоит. Поэтому я предлагаю не обращать внимания на то, на каком языке программирования написаны примеры. Это важно, но тем не менее не получится так, чтобы только на вашем языке программирования были годные материалы. Поэтому эту книгу я тоже очень рекомендую прочитать всем, даже если вы не пишете на Java, но это вам позволит, по крайней мере, ознакомиться с распространенными архитектурными паттернами микросервисной архитектуры. И последняя книга, которую я рекомендую, это книга, которая рассказывает о том, как перейти с монолита на микросервисную архитектуру. В ней рассмотрены очень важные практические моменты различия монолитной и микросервисной архитектуры. Также очень хорошо рассмотрен вопрос классификации монолитов, и по сути рассмотрены важные вопросы, которые часто не задают себе ни разработчики, ни архитекторы, ни владельцы бизнеса, когда хотят микросервисную архитектуру, потому что она модная. Я еще раз скажу, монолиты это отличная вещь, и ими управлять и развивать их гораздо проще, чем микросервисную или любую другую реактивную архитектуру. И они выполняют в своем сегменте отлично вставленные перед ними задачи, поэтому торопиться менять их не стоит. Но если вы хотите развиваться и осваивать современные архитектуры, то вот эта книга, она как раз позволит очень практично взглянуть на этот вопрос. Я надеюсь, эта подборка вам будет интересна. Если вы хотите еще подборки, то пишите в комментариях на какие темы, и вообще свое мнение выскажите в комментариях, и я обязательно с ним ознакомлюсь. Ну а с вами был Спутсовер, спасибо, что слушали. До свидания.